Этому виду спорта в буквальном смысле слова все возрасты покорны. За быстрые секунды по традиции борется каждый, кто компас в руках держать умеет от мала до велика. Чем же так привлекает лыжников, биатлонистов и просто любителей активного образа жизни спортивное ориентирование? Давайте попробуем разобраться вместе. Владельцам смартфонов в этой жизни уже ничего не страшно, а заодно и не нужно. Ровно до тех пор, пока есть сотовая связь. Стоит этой самой связи исчезнуть, все, ложись под дерево и помирай. Ибо, как правило, ровным счетом ничего без своего смартфона и интернета современные пользователи жизни, увы, не умеют. В отличие, например, от ориентировщиков, соревнования которых, едва сошел снег и проклюнулась первая травка, прошли в окрестностях краевой столицы. В апреле не всегда так бывает у нас без снега, но в этом году погода как бы способствовала тому, чтобы хорошо провести эти соревнования. Снега нет, все комфортно. Единственное, что погода для спорта, для ориентирования в лесу, она очень хорошая, такая очень рабочая. Повторяю, разгонись как следует и взлетай. Опаздываем, все вкусное съедят. Помните нешуточные споры старого доброго советского мультфильма о том, что важнее ноги или крылья. Тем, кто не жил в советское время и до сих пор не в курсе, откроют тайну. Не то и не другое. Главное – голова. Не бежать быстрее, чем думает голова. Голова, конечно, играет большую роль. Шахматы на бегу – это если коротко. Такое довольно образное определение спортивному ориентированию дали не случайно. Если не умеешь пользоваться собственной головой, лучше заняться чем-нибудь другим. Погода прекрасная. Лучше бежать. Для меня лучше бежать в дождь, в снежу, чем в жару. Ну, когда солнце печет, тяжело. Для меня тяжело бежать. Финишировалась уже тяжеловато. Набегалась. Хотя получилось всего 5 километров, но на дистанции заявлено 3,3. Получается, не совсем хорошо пробежала. И силы уже немного кончаются. Потому что, я думаю, начало сезона все-таки. Только от лыж отошли. Понемножку вбегиваемся. На 8,5 километрах проставлены 23 контрольных пункта. Это что касается, например, мужчин. У самых юных ориентировщиков таких пунктов всего 9. Вообще, у каждого возраста своя легенда для нахождения контрольных пунктов. И, соответственно, своя скорость движения по маршруту. Этому виду спорта в прямом смысле все возрасты покорны. За быстрые секунды борются и школьники, и ветераны. В программе три соревновательных дня. В первый день ориентировщики выясняли отношения в дисциплине под названием кросс-классика. Когда до старта остается 15 секунд, спортсмен может заглянуть в карту и выбрать вариант подхода к первому контрольному пункту. Все. Остальное уже с листа. И, как вы понимаете, физическая подготовка, безусловно, имеет значение. Однако переоценивать ее все же не стоит. Хорошо, что у нас снег быстро сошел, поэтому я надеюсь, что наши спортсмены покажут нормальные результаты. Ну, а те, кто приехал чуть южнее, для них они уже форму должны набрать. Потому что сезон начинается с этих стартов, и он очень напряженный. Ну, естественно, и эти соревнования отборочные. Все, кто попадет и займет призовые места, потом могут участвовать на финале чемпионата России и первичной России. После финиша каждый спортсмен может получить в распечатанном виде так называемый сплит. Подробный список пройденных им КП с указанием времени и скорости движения на каждом конкретном отрезке дистанции. Во-первых, мы видим сначала стартовое свое время. Затем мы видим номера КП и сколько на них мы бежим полностью время. То есть, допустим, ты на первое КП прибежал за минуту, а потом ты за 40 секунд прибежал, а у тебя уже пишется минута 40, твое чистое время. И рядышком пишется время на КП, сколько ты на него бежал уже. То есть, на первое КП я бежал минуту 33, потом 2.14 и 7.21, потому что загуляла. Я вот этот немного затупил, вот с этой речкой я вот... Загул и в обычной та жизни чреват последствиями. В спорте эти последствия еще жестче. Речи о каком-то прощении под обещание больше так не делать не идет в принципе. И заветный пьедестал в итоге оказывается попросту недосягаем. Причины загулов бывают разные, но, как правило, это все-таки ошибка при ориентировании. Думать головой больше, не бежать. Особенно первые два КП надо взять спокойно. Ну, спокойно, не на большом пульсе. Если у тебя ты рванешь, как на 500, говорит, испекся, так и здесь он рванул и на первом КП залетел. И все, и дальше будет проблематично. Потому что спортсмен, когда залетает на первом или там на контрольном пункте, он думает, ну все, на следующем я сейчас оторву, всех разорву, получается второй, а то и третий. Я бежала на КП, вроде как взяла Азимут, но что-то не получилось. И ушла немного, нет, даже немного, намного, скорее всего, левее. Ушла до шоссе и оттуда уже поняла, что я не там. И сразу взяла хорошо КП потом. То есть это загул можно считать очень хорошим загулом, который мне стоил, наверное, на первом месте, возможно. Подытожу так. Лыжи у печки стоят. Летний соревновательный сезон ориентировщики на Алтае благополучно открыли. И сбои в работе GPS уж кому-кому, а им точно теперь не страшны. И вообще не страшны. В принципе. Ноги, крылья. Главное – хвост. 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 Продолжение следует...